Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я Диана Станкевич. Смотрите сейчас. Машина времени. Археологи откопали на берегу Березины реликвии 10 века. Где-то здесь был какой-то центр. В каком состоянии находки? Новый тренд. Популярность социального такси упала в два раза. Люди соблюдают профилактические меры. В чем причина? Лучшие из лучших в Бобруйске наградили победителей и участников проекта «Наследники Великой Победы». Достойный вклад в сохранение памяти. А также погода в доме, советские медали и штормовой май. В конце весны температура взлетит до 30 градусов тепла. В Беларуси 12 833 пациента вылечились от коронавируса. Проведено свыше 413 тысяч тестов. Эти данные приводит Минздрав. Врачи Брестского областного эндокринологического готовы помочь коллегам в борьбе с инфекцией. Специалисты могут следить за состоянием заболевших, которые сидят дома. Могилевское предприятие «БелЭсмо» запустил линию по производству одноразовых масок. Оборудование установят в ближайшее время. Всемирный банк выделит синяокой 90 миллионов евро. За эти деньги купят необходимую технику, защитные средства, проведут для медицинского персонала специальные курсы. Научат вести тяжелых пациентов. Золотая жила. В Бобруйск съехались историки и археологи со всей страны. Ранее на побережье Березины нашли меч эпохи Средневековья. Мария Бересневич подробнее. 10.00. Группа археологической экспедиции прибывает в Бобруйск. Первым делом историк Игорь Марзалюк знакомится с уникальной находкой в Краевеческом музее. Перед глазами меч 11-13 века. Это статусная сброя, потому что я думаю, что еще надпись будет. Хочется, все будет надпись на латыни. На рукоятке сохранились остатки серебрения. Эксперты уверяют, артефакт принадлежал старшему дружиннику или даже князю. Здесь же элементы боевых топоров и наконечник стрелы. Внимание приковывают шлем с тысячелетней историей. Игорь Марзалюк называет головной убор сенсацией. Уникальность Бобруйска шлема в том, что он самый полный, досконалый, информативный шлем этого типа. 34 шлема есть, а лены фрагментованные, в разной стопени коррозии. Это самый целый, оцелелый шлем. Следующая точка маршрута – судостроительный завод. Археологи и студенты из ФАК МГУ Кулешова занимаются раскопками. После находки шлема, когда поняли его историческую ценность и какое значение он имеет для нашей республики и конкретно для нашего города, конечно, уже поневоле стали обращать внимание на всякие находки, что нам дает земля. Берег Березины напоминает строительную площадку, лопаты, ямы. Однако работа кропотливая. Землю пропускают через сито, используют линейку и нивелир. Всего через 30 минут нашли фрагмент горшка. Кухонная утварь в виде латинской буквы «С». Такие изготавливали в X веке. Мы можем говорить, что точно Бобруйск – это X век, как поселение. Бобруйск – это такая интересная точка. Мы, когда сопоставили сведения по предыдущим полевым исследованиям, получилось, что вокруг Бобруйска около 11 поселений. О чем это говорит? Это говорит о том, что где-то здесь был какой-то центр, центр власти, центр сбора даний, вокруг которого формировалось сельское поселение. Пока же специалисты обследовали только два. Нашли древнерусский слой, но убеждены, можно добраться и до Железного. Планируют полномасштабные исследования. Следующая локация – район Фондока. Именно здесь обнаружили тот самый меч. Его отправили на реставрацию. Получился вот такой вот песчаный нанос. Потом идет первоначальный уровень дёрна. Вот так вот он был. Ну, в общем-то, пока признаков культурного слоя нет. Бобруйск, убедились археологи, историческая загадка. По гипотезе здесь могло развернуться летописное сражение, битва со Всеславом Чародеем. Мария Береснеевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Холодный режим переносится. Плановые отключения горячей воды сместили на 1 июня. График скорректировали из-за эпидситуации и климатических показателей. Средняя температура мая все же еще ниже нормы. Обновленное расписание опубликуют на сайте горосполкома до конца месяца. По планам этого года, по капитальному строительству планируется заменить 5,6 километра тепловых сетей. По ремонтам порядка 800 метров. У нас в плане заложено, это мы поменяем в любом случае. Ну и по результатам гидравлических испытаний уже, что будет найдено, будет меняться. Хотелось бы попросить всех жителей города, которые увидят в период этих испытаний какие-то непонятные действия со стороны воды, которая может выбиться из-под земли, какие-то повреждения образоваться, сообщать в диспетчерскую службу. Из-за пандемии социальным такси стали пользоваться в два раза меньше. Инвалиды сидят дома, отметили в центре по обслуживанию населения Ленинского района. Почти за два месяца бесплатной услугой воспользовались всего 24 раза. Съездили в поликлинику или аптеку. Теперь машину вызывают в крайних случаях. Водитель, как сообщается, также может отвезти ребенка с ограниченными возможностями в школу, но лишь два раза в неделю. Достаточно оставить заявку и подготовить льготное удостоверение. Это специальный микроавтобус, который оборудован подъемником непосредственно для того, чтобы для людей с инвалидностью, которые могут передвигаться только в инвалидных колясках, было им просто подняться без препятствий и добраться до положенного места. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Зарплаты учителей, контролеры с видеорегистраторами и беззащитные шипы. Гродненские таможенники конфисковали на границе 23,5 тысячи роз. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Зарплата учителей через пять лет должна сравняться со средней по стране. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко. В марте педагоги получили около тысячи рублей. Это 80% от ориентира. Напомню, с 1 января получку наставников считают по-новому. Не спрятаться, не скрыться. Все контролеры в Могилевской области будут работать с видеорегистраторами. Оборудование закупят до конца года. Проверяющие уже снимают пассажиров Бобруськи и Могилеви. Запись с устройства – порой единственное доказательство безбилетного проезда. Живая контрабанда. В мае гродненские таможенники задержали на границе 23,5 тысячи роз на сумму 15,5 тысячи рублей. Цветы пытались провести незаконно. Первую партию выявили в пункте пропуска Бенякони. Литовская фирма везла растения без документов. Еще четыре машины с черным грузом пытались проехать в Россию. Нарушителей ждет штраф до 30% от стоимости товара. За пять лет в Беларуси газифицировали почти 600 деревень. Проложили больше 9 тысяч километров трубопровода. В системе подключены все города и райцентры. Белтапгаз также постепенно внедряет стоп-системы. С ними ремонтировать или заменять участок можно без отключений. Информация про подачу и использование голубого топлива генерируется в Центральном штабе. Белагра 2020 перенесли. Эпид-обстановка внесла коррективы в расписание. 30-я международная специализированная выставка пройдет с 1 по 5 сентября. Технику должны были представить в начале июня. В Бобруйске наградили победителей и участников российско-белорусского проекта «Наследники Великой Победы». Елизавета Снежек ранее взяла третье место на республиканском конкурсе «Я помню, я горжусь». Картины воспитанников из-за студии «Радуга» представили в Государственном музее истории Великой Отечественной. Выставку посетили более 10 тысяч человек. Наши дети, бобруйчане, юные художники, вносят достойный вклад в сохранение памяти. Тех, кто защищал нашу землю, они знают, потому что посещают и тот же наш краеведческий музей, и музей Великой Отечественной. Две стороны Советского Союза. В художественном музее открылась выставка медальерного искусства. В коллекции Дмитрия Чернякова свыше 300 образцов. Экспозиция разделена по темам. На аверсах мировые деятели науки, культуры и искусства. Отдельные разделы посвящены Великой Отечественной и освоению космоса. В витринах юбилейные медали. Награды отсылают к событиям и реалиям жизни в стране Советов. Сплошная облачность. Ночью по Бобруйску прошелся снег с дождем. Днем погода успокоилась. Воздух прогрелся до 10 с плюсом. Надолго ли тренд уточнила Кристина Ариянц. Синоптики прозвали эту неделю «Штормовой». Все без исключения будни специалисты окрасили в оранжевое. Дождь, ветер от 8 до 14 с плюсом. Май перепутал себя с октябрем. На субботу обещают похожий сценарий. В Европе о себе напомнил вулкан Этна. Он выбросил стол пепла высотой почти 5 километров. Одно из наиболее активных геологических образований Старого Света регулярно извергается и становится причиной землетрясений. В Греции установилась рекордная за полвека жара. Зной вынуждает жителей отправляться на пляжи. Песчаные зоны отдыха открыли досрочно. Сидеть дома, когда за окном плюс 40, стало просто невозможно. Со следующей недели в Беларусь вернется тепло. Метеорологи обещают, что в некоторых областях будет до 30 градусов тепла. Пришло время подыскивать для себя летние образы. Тем не менее, завтра очередное штормовое предупреждение. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. И, несмотря на небольшое потепление, не обойдется без сюрпризов. В Беларуське будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В городе разгуляется северный порывистый ветер. Ночью столбик термометра не поднимется выше 4-6. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов. Кристина Риянс, Максим Галеонко, Бобрыск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!